Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Зовите, зовите, я не отпущу Она имя знает? Имя знает свое? А сколько оно у вас? Что-то она на вас вообще никак не реагирует Так, ну давайте еще А эмоциональней? А команду Камни она знает? Ну давайте, самое время запускать на команду То, что бережете хорошо, но что-то она не это Ух ты Так, хорошо Пожалуйста, на тумбу взяли и просто на руках ее посадили Тут сзади хищник вообще-то Ты хоть развернись на разочек А, говорит, вот что творится Хорошо Давайте поднимем подъем Сюда, пожалуйста, к Бонни Секундочку Так, хорошо, Керри запустили Первая победа, хорошо Не жми ее, пусть она дойдет Видите? Да, хорошо Вот так Замечательно Стоп, остановка вот здесь Хорошо Да, можете посадить Команд сеть Что угодно пусть делает Только чтобы зафиксировалась в каком-то позиции Можете и положить, если получится На полвячок, пожалуйста Что такое, а? Не спешите Спокойно сделайте Двери Нет Двери 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 нет Нет Сидит Нет Нет Сидеть 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 Так Хорошо Какое-то понимание есть Давайте по периметру площадки Обойдите, пожалуйста, на поводочке Давайте на паучок Да, отсюда Давайте на паучок. На канале давно смотрите-ка, сколько? Смотрю давно и используем все практически. Значит знаете вождение за кусочком, да, вот это все знаете? Ну понятно, что стресс, понятно. Давайте попробуем обод конуса, тихонечко, давайте попробуем. Она конечно в стрессе, но она себя сама загнала, это чистое такое показательное коржиное. Они это любят делать, я в стрессе, поэтому не работаю. Аппетит хороший, все хорошо работает, все это делает дома, а на улице, когда нет собак? В чем проблема? Проблема в гулянии, то что она вот так себя ведет на гулянии. Она всегда так себя ведет, не только здесь? Нет, у нее хорошее настроение, может быть, она прекрасно погуляет, все отлично, со мной гуляет лучше, чем с мамой. Но она может лечь и упереться и не идти, ни за кусок, ни за игрушку. У нее есть собачья площадка любимая, мы доходим недалеко от собачьей, она туда бежит. И мы там с ней тоже работали, она там работает. И перед других собаках я делала контроль внимания, и она реагирует. А коржи у вас есть там? Один порш, но мы как-то не совпадаем с ним вообще так. Так, выжимайте обход. Клэри. 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 Сиди. Сиди. Клэри нет. Нет. Клэри. 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 Все. Болезненно тревожная собака, надо же. Единственное, на что мы грешим, это то, что когда я ее увидела, вот она была вот такая, а ее ровесники уже вот такие, и они ее ввалили очень сильно. Я ее поскорее забрала, скорее, чем отдавали. Но в целом... Не, но вы забрали достаточно поздно, нет необходимости. Так это... То есть, предлагали отдать попозже на пару недель, но мы ее забрали пораньше. Угу. Но это без недель там три, что ли? Ну да, без. Но с двух с половиной месяцев вполне можно забирать щенка, это не проблема. Мы отдали по причине, что очень маленькая, волна. Прикол оказался, как бы, нестандартный. Оказался другим, не правильно в прикусе. Как потом мы вылезли. И не только в прикусе, я смотрю, с психикой тоже не так что-то. Так, ну давайте попробуем. Просто надо понять, насколько это физическое состояние аномальное или это вы просто ее избаловали настолько, что она считает нужным вообще сидеть, когда вы говорите ей идти. А летом показывали ее? Да. И как они? И как говорят? Все хорошо? А там она реагирует нормально? Она там вообще разлеглась на столе, на руку, сидела спокойно. Угу. И в самом большом этом помещении тоже с интересом поглядывала на собаку. Ну то есть шоу-программа. Керри. 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 Ну сделайте восьмерочку. Керри. Сюда. Сюда. Так, хорошо. Значит, на прогулке она упирается, ложится. Что делаете вы? Ааа. Вот как сейчас сделала, да? Да, да, да. Она вот так ложится. Ну чтобы излишне ее не тянуть, я подхожу к ней на веса над ней и говорю ей нет, нельзя. Ага. И она идет. Ну в 90 процентов случаев она идет. Нельзя. Нет. Давайте восьмерку еще раз делайте вокруг конуса. На поводке. Да, пожалуйста, на поводке. Кусок она не берет, мотивации нет. Так что нечего ей ссувать. Вносит кусок, бесполезно. Нет. Сюда. 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 Достаточно. На маленькую тумбу залезайте. И по большим стоп-стоп-стоп и стоп-топ-топ-топ. И сюда вот сидеть на большую голубую. . Сюда. Тут. Сюда. Суново. Так, перелапа. Пере. Лапа. На нём мы через чужому обоении. Перелапа. Перелапа. Лапа. Перелап. Пере. Пере. Чж. Пере. Кусается? Вот проблема основная в том, что она кусает маму. Она кусает маму когда? Когда вот она ее что-нибудь принуждает делать. Ага, типа мытья лап? Или что? Нет, типа вести вот так вот. Она ей говорит тоже, нет, нельзя. А как она дотягивается до мамы, если мама стоит сверху, а собака внизу лежит? Она к ней, наверное... Нагибается, да? А, чтобы идти дальше, да? Да, да, да. А почему вы ее поводком не поднимаете и не ведете? Вот как сейчас ваша дочь? Сидеть, 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 сидеть. Тогда вы можете шлейку на нее надевать, вы не задушите ее в шлейке. Я тоже прикладала шлейку. Нет, шлейка для того, чтобы вы просто могли ее выгулить, чтобы вы не сдушились, вы боитесь. Управлять шлейкой невозможно, собаку контакта не будет. Но как альтернатива, чтобы вы не боялись с ней гулять, то что ж теперь? А можно и ошейник, и шлейку так часто делают. Настроение хорошее в ошейнике. Чувствуете, она вот такое устроила. Переключили на шлейку и поводочками провели куда нужно. Не тянитесь к ней в стрессе, чтобы она не откусывалась. Это плохая привычка, конечно. А коржи очень любят кусать хозяев и очень самозабвенно это делают. Замечательно, развернулись в образцовом, но это не вас касается, только мама. Как лайт-режим, как вариант. И вниз, да? Да. Вниз. Зачем вы ошейник держите? У вас же поводочек есть. Я просто высоту психологически боюсь. Не прыгает с такой. Слезьте с газона и давайте сюда на площадку. Хорошо, и еще раз, пожалуйста, туда и обратно. Кэрри, сюда. Кэрри. Кэрри. Кэрри тумба. Кэрри. Нет. Нет. Нельзя. Сюда. Лапы. Кэрри. Кэрри. Нет. Нельзя. Лапы. Кэрри. Лапы. Кэрри. Кэрри. Лапы. кроме такого упора во время прогулки есть отказы по дрессировке на улице нет то есть она дрессируется хорошо вы находите на улице очень мало дрессируем потому что на улице собаки на собачьей площадке они на собачьей площадке например каком-нибудь на лужке шли-шли не надо отпускать а зачем ее отпускать а так нет мы теперь делаем как это реперные точки по маршруту у нее был интерес по каких-то углов сидеть и лежать и она делает и у меня тут контроль внимание даже если рядом но в маленьком переводке с машинами получился вот сегодня например она с мамой гуляла она будет идеально просто идеально везде шла все хорошо слушать так подъемы на тумбы пожалуйста а сколько вы сюда ехали вы чё близко живете или нет 4 3 перелом верю все нет но интонация у вас хорошие вы себя такая требовательная или сейчас надо мной когда вы в жизни она упирается вы тоже на нее выжимаете да на джейте гулять например а на тренировке она вообще все делает к словам ну дома дома истек кэри слушается очень хорошо ну вот так в принципе проблем нет кроме вот этого вот нельзя она сразу бросает все выплевывает вот это вот упражнение с кусочком где кидаешь и взамен даешь вот сегодня все идеально видимо нет а на кого-нибудь лает лает на машину за запрещать хорошо на тумбу давайте кричи лая кричи нет 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 нельзя нельзя что угры или лапы перенет вот и верят лапы пири пири Ага, что это такое? Что это? Лапы. Кэри, лапы. Кэри. Что это? Так, что это такое? Что это такое, а? Фигила? Что это? Кэри. Быстро. Кэри, нельзя. Кэри, нет. Хватит тумбы. Быстро. Что это такое, а? Сюда. Кэри. Кэри, сюда. Кэри. Нет. Так, отойдите вот туда, к тумбе. Вверх. Вверх. Хорошо. Хорошо. Стоп. Стоп. Назад. Идем. Хорошо. Хорошо. Молодец. Стоп. Вверх. Вверх. Хорошо. Чи-чи-чи-чи. Пойдем. Стоп. Стоп. Хорошо. Идем. Стоп. 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 Хорошо. Пойдем. Пойдем. Вниз. Стоп. Назад. Сюда. Нет. Иди сюда. Вверх. Вверх. Хорошо. Тихо. Пойдем. Пойдем. Стоп. Хорошо. Пойдем. Стоп. Хорошо. Тихо. 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 Хорошо. Спокойно. Хорошо. Развернись. Развернись. Хорошо. Тихо. 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 Хорошо. Чи-чи-чи-чи. Молодец. Хорошо. Пойдем. Пойдем. Назад. Вверх. Вверх. вверх вверх давай хорошо подожди не спеши пойдем пойдем стоп стоп хорошо хорошо пойдем пойдем стой стой тихо да подожди даже не дрожит подожди куда ты полетела подожди меня ну пойдем пойдем хорошо молодец да да хорошо молодец ну-ка развернись керри вверх 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 да вверх хорошо пойдем пойдем да да молодец пошли нет пошли сюда стоп стоп хорошо хорошо разворачивайся да иди сюда иди сюда керри иди сюда иди иди сюда ай молодец давай 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 хорошо пойдем 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 стоп сюда иди сюда иди сюда иди 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 да хорошо хорошо так хорошо забить к себе Кэри, иди сюда, иди сюда, Кэри, иди сюда, на полвячок сажать. Не похоже это на болезненное состояние, скорее она пытается вас поражать. Да, 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 на болезненное состояние не похоже. Вот я бы все-таки грешила на то, что вы прогибаетесь в какой-то момент, и она видит эффект от выкладывания, и после этого уже начинает усиливать программу. Потому что усиление давления, она как бы начинает взаимодействовать. Чуть помягче сразу начинает дожимать свое болезненное состояние, типа я сейчас умру прямо здесь. Знаете, я бы вам рекомендовала все-таки, учитывая, что она очень хорошо, как вы говорите, дома все восприняла и дрессируется хорошо. Я бы все-таки попробовала с вами на месяц вот такой вариант. Выходила бы с ней гулять совсем недалеко. То есть прям никаких площадок, никаких дальних маршрутов. А вот буквально, если у вас там есть зелененькие какие-то клочки сада, я не знаю, вокруг дома, делала бы несколько кругов рядом, чтобы ей было спокойно, но максимально скучно. И здесь можно что-то поделать, там ее погонять. Сейчас, в общем-то, для коржа сильной нагрузки не требуется. Она сейчас растет, и мы экономим ее силы. Поэтому сильно там как-то ее гонять в этом возрасте не нужно. Но ее нужно успокоить до состояния, чтобы она ходила спокойно. Поэтому круги вокруг дома, рядом сидеть, стоять лежать какие-то площадочки, ну вот прям совсем рядом, чтобы ей хотелось куда-то идти, а вы не пускали. То есть мы ходим вот здесь, здесь. Чтобы через месяц, если она будет уже нормально ходить вокруг дома, начинает немножечко расширять пространство. Такое впечатление, что вы ее пережали. Тихо-тихо, она и вас кусает. Смотрите, аккуратнее. Еще, сейчас, ладно, поговорим с агрессией. Здесь поговорим отдельно, сейчас, секунду. Давайте сначала по вот этой программе. Вот. Нужно, чтобы она немножко успокоилась вокруг дома, и была в состоянии, до состояния полного нормального, веселого, чтобы каждый день одинаково весело она бегала. Вот именно рядом, никуда не надо ходить. Когда она успокоится, когда она понимает, что здесь как бы все хорошо, начинаем немножечко увеличивать маршруты. Как увеличивать? То есть маршрут, допустим, наживем, это большой круг вокруг дома, условно, да? Чуть-чуть делать какие-то петли, да? Там, например, если у вас дом и какая-то детская площадка, например, обошли дом и детскую площадку обошли. Вот такими, как бы, ну не знаю, снежинкой такой вот, по чуть-чуть увеличивать. Пока, если легла, сразу, значит, вы слишком быстро. Возвращаемся на предыдущий маршрут. Очень буднично, одинаково набираем в основном маршрут такими, как бы, рутиной. То есть походили, походили хорошо, чуть-чуть дальше, очень медленно. Нужно в году успеть ее адаптировать полностью, потому что сейчас она еще маленькая, когда она такая будет большая, коржики достаточно тяжелые собаки, и когда она плюхнется, вы как бы уже будете странно выглядеть с ней на поводке, да и неприятно это гулять с собакой. Тем более, что коржи очень веселые собаки, любят много гулять. Поэтому давайте вот в этом режиме потихонечку. Теперь по поводу огрызания, вот то, что вы прожимаете, она это, ни в коем случае не опускайтесь к ней совсем. Значит, если вам нужно дернуть, вот вы работаете на пальчиках вот здесь, если вам нужно положить, ну сейчас она здесь чисто, да, вот вы нажали, прожали ее вниз, держите, не разрешайте ей дотягиваться до ваших рук, потому что два раза она вас укусит, вы отдернетесь, она будет кусать. Вот видите, вы ее зажали, она лежит снизу, да, это команда лежать, допустим, если она не слушается, если она в спокойном будет состоянии, о котором мы с вами говорим, она будет слушаться, да, отпустили, команда сидеть, вот, не суйте туда руки к ней, когда она возбуждена и когда вы прожимаете. Вот, все можно сделать на расстоянии, потому что как только вы туда лезете, она от вас скусает, а еще хуже маму, вот, начинается вот эта вот проблема. Я бы попробовала, держите, в этом режиме. И на каждом углу, вот как раз дома, сидеть, стоять, лежать, что-то вот в этом роде. Что у нас с игрушками, у нас есть такой потенциал с игрушкой? Это как раз один из списков, из вопросов, которые я хотела задать. Мы играем с ней дома в основном, я с ней брала игрушку, она... Мячик? Да, есть мячик на веревочке, есть колечко пытаюсь бросать, она может под настроение принести много раз, но не доносит до меня, но в метре, в полуметре. Но отдает? Отдает легко, да, спокойно отдает. Ну вот тоже она, мама, она обгрызалась, когда она игрушку у нее хотела сделать. Ну, то есть все-таки в шоу программа. Давайте начинать все-таки водить игру на улицу. Начинаем с какой-нибудь очень интересной игрушки на веревочке, также на углу дома, вот из этого четырех. С маршрута не сходим до состояния, чтобы она весело бежала. И говорю, ну когда мы, наконец, куда-нибудь? Ну когда? Вот именно в этом режиме нужно ей объяснить, что хождение куда-то – это большой праздник, а не то, что вы ее тянете, она говорит, ну ладно, я пойду сегодня, а завтра не пойду. Пусть она хочет туда идти, и вы постепенно ей позволяете. Вот в этом режиме, я думаю, она запустится. С игрушкой обязательно нужно потенциал набрать. Коржи хорошо играют и приносят хорошо, поэтому на одном из скучных углов берем мячик, веревочку, и начинаем вот ее раздражать. Можно, чтобы мячик легонько на нее нападал, там, ну вот ударялся об нее, да, мячик легкий, ей больно не будет. Вот пусть она его хватает и, ну как бы тянет, вы на себя, она на себя. Потом бросайте на веревочке мячик, ну в метре, далеко не надо, фенделить никуда. Вот прямо в метре. Пусть она заинтересуется им, пусть приносит. Научить ее, не знаю, отчертите себе вот, ну, такую площадку, вот смотрите, я стою на квадратике, да, квадратик вокруг меня, вот получается, не знаю, полтора-два квадратных метра. Вот на такой площадке научите ее играть с мячиком, чтобы она его приносила на ближней зоне. Потом чуть-чуть увеличиваем. Если у вас рядом с домом есть какая-то спортивная площадка с резиновым покрытием, знаете, сейчас модно такой накат, вот, может быть там утром, я не знаю, или вечером, никого нет, только чтобы она недалеко была и как можно ближе. Вот на нем резина очень плохо держит запах, а она отвлекается. Вот на такой площадке научить ее носить мячик гораздо легче, чем вот на траве. Потому что трава это сплошные запахи, это вы как в парфюмерный магазин пришли, там одни запахи, вы ничего не можете найти, они все пахнут, да. Вот так же здесь. Нужна площадка скучная, без запахов, ну максимально, чтобы на ней научиться играть в мячик. Активность на улице нам очень с вами нужна, у нас будет потенциал. Конечно, вот такие срывы плохого настроения у нее, судя по тому, что она сейчас так вот глубоко в образе, наверное, будут и дальше. Другое дело, что она запомнит, что это ее ограничивает, она дальше не идет, она будет с ними сама потихоньку бороться. Плюс-то все-таки у нас будут игрушка потенциал, я все-таки рассчитываю, что вы разыграете ее. Вот. И... Что, она икает у нас? А, это вы красоти, хорошо. Вот. Плюс у нас небольшой какой-то... Наверняка какие-то, ну какие-то маленькие тумбы, урны, что-то есть, где можно поставить лапы, сделать обход. Супер. Ну вот. Давайте в малом кругу. Коржи собаки, которые, конечно, хорошо гуляют и далеко, но им это совершенно нет необходимости делать, особенно на этапе, когда ей не хочется. В чем суть прогулки? В том, чтобы будет весело, радостно и приятно ей и вам. А если в ее, ну как бы она ложится и все, ну смысл тогда гулять? Никакого нет. Я имею в виду далеко куда-то. Поэтому в ближней зоне, пожалуйста, и разыгрываем игрушку. Значит, игрушка с игрушкой. А если она играет дома, значит, мы постепенно сокращаем вариант, да? На улице постепенно увеличиваем. Что у нас там с играми с собаками? Сколько в день получается? Ну вот, по вашей инструкции больше. Не больше 15 минут не играете, да? Да, было дело. Ага, понятно, ну вы сократили, да? Давно уже сократили? Да, давно. Хорошо. Значит, теперь по поводу площадки. Вряд ли она находится в стыке с домом, да? Она где-то ведь? Вот, поэтому туда вы не попадаете. Вот, пока месяц не попадаете. Поэтому, если вы кого-то встретите на вашем периметре, можно пустить немножко, чтобы они там пообщались, если собака позитивная, да? Больше нет. Ограничиваем ее и в этом ресурсе, чтобы ей хотелось туда, и она была мотивирована. И еще, это вот, ну как бы суперсложно может быть вам оказаться, но все-таки такая я рекомендую отсюда, потому что вдруг у вас получится. Если у вас есть какие-то знакомые с собакой, с которой она хорошо общается, даже пускай это будет не игручий собак, а просто вот даже ротфиллер или кто, но позитивный, и с которым вы можете пройтись, очень бы желательно, чтобы вы немножечко с ним немножко походили парой. Ей нужна собака, учитель, который будет ей показывать, что здорово идти. С другой собакой она можно и исключение сделать, и куда-то походить. Вот, чтобы ей было понятно, что мир доброжелателен, ну вот собака идет, она на нее смотрит. Желательно, чтобы это было не безмозглый щенок какой-то там четырехмесячный, да? А какая-то собака уже осознанная, да? Чуть-чуть постарше вас. Может быть, у вас друзья есть, и можно попросить в качестве исключения, да, несколько раз. Может быть, у вас, вы спишетесь там в пределах дома, кто-то вам поможет, да? Скажите, вот такая ситуация, собака нерчит, нельзя ли немножко показать. Обычно собачники доброжелательно относятся, и если есть такая возможность, или они уже гуляют даже, они как бы в пару встают. Единственное, не надо трындеть с ними, да, там, а вы как, а мы что? Не надо. Просто нужно немножечко погулять с этим хозяином, с собакой, чтобы ваша поняла, что, ну вот, можно быть в другом режиме, глядя на собаку. Это было бы очень желательно, вот такое. Ну и, конечно, группа тоже вам показана обязательно. Уже пора ее искать, эту группу. Найдите небольшую группу с несколькими собаками. Сложно вам будет, как сейчас. Но вы, я вижу, боевая, и характер у вас есть. Прожимай. Не нужно, чтобы она делала идеально, нужно, чтобы она делала. Вот просто тупо делала. Вот, если она параллельно с тем, что она будет успокаиваться, что на прогулке вы не будете раскачивать ее нервную систему, а наоборот все будет позитивно, но будете прессовать ее раз в неделю, ну, условно, особенно в начале будете, конечно, прессовать на площадке кинологической, да, где она немножечко что-то будет делать. Вот, и она поймет, что вы все-таки прожмете, и настоите, и получите, и выжмете. Вот это сочетание комплекса, если еще собакой вы будете какие-то говорить, комплекс вот этого подхода общий даст вам эффект. Вот, с разных сторон должны заходить, конечно. Кусок не ваша тема, пока вот у нее такой стресс, она типа такая в обиженной, я не буду, не хочу. Вот, не получается мотивация пищевая. Поэтому развиваем мотивацию игрушкой. Вот, и ваша тема, конечно, смотреть на других собак и делать, как они. И на кинологической площадке многие собаки делают хорошо, она смотрит и сочетается, да. Единственное, чтобы вы не повали в группу, не знаю, с тибетским мастифом, что-то такое огромное, вам не нужно. Потому что здесь она немножко офигела, но даже вот, это не крупные собаки, это средние собаки даже. Даже вот с такими собаками, в принципе, она бы смогла запуститься со второго, третьего занятия. То есть, пускай она видит, что в вашей зоне безопасно и здорово, и что эти собаки не подходят к ней, она же как подумать, что они не подходят не потому, что у них свои хозяева, а потому, что вы ее не пускаете, да, этих собак к ней. И это очень укрепит ваш статус, это очень поможет. Тогда ей будет интересно с вами продвигаться дальше вот на охоте условной, любая прогулка, для нее охота. Пока ей заниматься охотой не хочется, но нужно, чтобы вы ее заинтересовали, чтобы она видела вас лидера, который ее продвигает вот на этой охоте. Для этого нужно какие-то ситуации создавать, когда она видит, какая вы крутая, быстрая, мощная, опасная и никого к ней не пускаете. Поэтому группа вам нужна. Ну, естественно, чтобы на нее там не напали, вот это все мы следим, конечно, это понятно, это как бы просто, это уже не стоит оговаривать. Но вот такая группа, где собаки не будут к вам лезть, а вы будете прожимать ее на подчинение. Очень нужна. Причем простые команды, не надо никакого эксклюзива, там, просто вот общий курс, самый-самый, и не важно, что она это знает, даже хорошо. Она это знает, значит, через какое-то время у нее мозг включится, она услышит что-то знакомое, какой-то мотив, и она начнет делать. И это будет первая победа, когда вы сделаете хотя бы несколько команд. Кстати, по поводу нескольких команд и победы. А здесь в начале это была абсолютно истерика, она была абсолютно диким зверем. Вот здесь вот все было очень плохо, я прям мысленно выдохнула уже. Но через где-то минут 10 примерно, да, она устала быть, я истеричка, я как бы никакая, и уже что-то появилось. Она уже села, начала интересоваться, собаки здесь были, тем не менее, уже мозг как начала работать. То есть может, то есть может, просто нужно вот эту вот пену ее, неподчинение убрать. Поэтому я бы вот в этом режиме развивалась. Давайте попробуем месяц вот так вот. Найдите что-нибудь подходящее такое, не слишком стресса один раз на кинологической площадке, вполне и хватит пока развиваться на месяц, может быть и два. В режиме прогулки вот мы все делаем рядом, хорошо? Да. Ну давайте по вопросам теперь. Потому что я ее посмотрела и в группе с собаками, и так уже, в общем-то, мне понятно, как она себя ведет. И вы, кстати, удивительно, что у такой требовательной хозяйки такая, ну, оборзевшая корги. Но хочу сказать, что, во-первых, у вас опыта мало, а во-вторых, корги часто так делают. Хочу сказать, что да, вот эта вот их укладка в сторону противоположную вам и здравому смыслу, это как раз коржиная. Поэтому я бы не сказала, что это самая лучшая собака для первой, но у нее есть свои заморочки. И, кстати, повышенный кушаточий хозяев, это тоже их тема, как у Такс. Ну давайте, список у вас, наверное, да, или чего? Да? Ну давайте, список отлично. Хороший список, признак качественного подготовки и хороший хозяев. Так что я списки люблю. Давайте, доставайте. Что у вас там? Говорит, о, ушла из катаклизма, да. Можно я воду? Да, конечно, может. Хорошо, хоть не компот. Не уверена, что она будет пить, но давайте попробуем. Может, самую породку не стала. Не стала, да? Ну давайте здесь. На самом деле, самую главную... Потом ее верните нам сюда, ладно, я посмотрю за ней пока параллельно. Угу. Ну да, гуляние лежит, машина где-то, все понятно. Сколько... Я хотела спросить, сколько зимой, чтобы не простудить ее. Сколько зимой... Если она ложится, то больше 20 минут нельзя. А лежать ей вообще нельзя. Мы ее не даем лежать. Да. Но если она вот... Просто если вы ее таскаете, то 20 минут это предел. Ну, к этому времени вы должны уже успеть немножечко начать ходить. Потому что я думаю, что вот эта тема скучной прогулки вокруг дома зайдет. Ей она... Мы ее обхитрим все-таки, да. Ей захочется идти дальше, и на этом фоне получится ее продвигать потихонечку. Но очень медленно продвигаем, я говорю, маршрут увеличиваем очень-очень медленно. По неделю, в общем. Ну, будете смотреть, это даже не время, это ее поведение. Смотрите, как устойчиво. Не меньше трех дней одинаковое поведение должно быть. А лучше четыре. Вот так. Если она прям идеальна, и мама ее хвалит, и вы можете чуть-чуть увеличиться. Если опять что-то скакнуло где-то, прям на этом не торопитесь. Если вы сильно стартанете от радости, что все получается, и она не выдержит, вам придется вернуться обратно. Лучше медленно, но уверенно, чем вот скакнуть и потом откат. Ладно? Я, в принципе, сейчас поняла, что было косяком. Мы ее первые дни, когда вот она ложилась, брали на руки, чтобы дотащить. А, да, вот, хорошо, что вы сказали. Да, это серьезная ошибка, действительно не стоит этого делать. И сейчас ни в коем случае не берите, да. Потому что это вызывает у собаки ложное какое-то ощущение, что она там и будет всегда ездить, вы ее приучаете. И это ни в коем случае нельзя делать. Все только с земли. И туда руки не суйте, когда стресс. Потому что она так здорово огрызалась. Я прям ждала, думаю, укусит, не укусит. Так, мама, она укусила до крови. Вот это, собственно, основной вопрос, как маме повысить статус. Она ее кормит с миски уже, выполняет с ней команды дома. Тут не в статусе дело, она просто оборонялась. Здесь не низкий статус, ничего с этим не связано. Здесь просто у нее был стресс, она укусила бы любого. И вас бы, и меня, и кого угодно. Просто ей не нужно ее доводить до такого состояния, когда она в истерике. Когда в истерике, мы все бросаем посуду и бьем сервизы. Вот не надо доводить ее пока до этого состояния. Только вот на кинологической площадке, то я говорю, не лезьте туда руками, сверху работайте. Но вот она лежит и тащит домой. Не вдаваться же в ее сторону не идти? Нет, нет. Я же говорю, мы должны добиться, чтобы она не лежала и не тянула домой. Поэтому максимально маленький маршрут, который она может выдержать. Она может лечь прямо перед подъездом. Вот в чем проблема. Тогда, ну, по крайней мере, в несколько дней тащим ее, прямо подергиваем и тащим. Когда она поймет, что мы никуда не уходим, она не будет ложиться у подъезда. Каждый день одинаковый и очень скучный. Она поймет, что она бежит и вернется. Ей на улице неинтересно, ее что-то пугает. Нам нужно успокоить ее и сделать знакомство с миром более медленно. Ваша ошибка, скорее всего, была в том, чтобы слишком интенсивно ее познакомить с окружающей средой. Ей все здесь не нравится. А дома здорово, там спокойно, кормят. Никаких шумов, никаких запахов. Ей там хорошо. Бывают такие собаки, которые как бы любят покой. Ей вот это вот сто лет не нужно. Вот это шум, город и все такое. Поэтому были бы у нас неограниченные возможности по, ну, как бы это сказать, по программам, я бы вам рекомендовала взять ее, снять домик в деревне и пожить с ней неделю. В полной тишине сменить резко ситуацию, вот, чтобы она немножко адаптировалась, а потом вернуться. Она должна знать, что маршрут фиксированный и пройдет вот там. Она поймет, это быстро достаточно. И она будет его делать с вами, она не будет ложиться. А потом по чуть-чуть начинаем с захода. Да. Задача не протащить ее этот маршрут, а объяснить ей, что он фиксированный, и она вернется домой вот через такое-то время. Пока мы с ней договариваемся. Щенок маленький, психка раскачанная у нее. Она прям действительно стерит. Вы видите ее сюда. Вот. Она действительно стерит. Нужно ее немножечко успокоить. Поэтому мы вот в этом режиме. Потом она немножко успокоится. Ей будет интересно. Да, еще когда она вот в таком режиме, вот только что вас просила, вот вы даже слышали, не лезьте к ней туда, не лезьте к ней вниз. Не хочет она. Вы не можете, не надо ее тащить, надо ее подергивать. Так что шлейку рекомендую? Да, я рекомендую. Можно и шлейку на нее одеть. Только с ошейником тоже обязательно. Потому что когда вы дрессируете, переключаете. Ну, тут же карабин, все же быстро. Когда вы просто идете или что-то вот такое, одели шлейку. А шлейка может запустить новый механизм прогулок, например. Вы можете совместить это с... Круто. Смотрите, ну что вот давай. Вот смотрите. Вот вы... Да, статус у вас низкий, потому что вы не хотите управлять хищником. Вы просто... Смотрите, вот она у вас залегла. Вот она не хочет. Подернули и пошли. Подернули просто и пошли. Вот. Вот. Вот просто. Не смотрите на нее. Вот вы дошли сюда. Пошли еще. Вот если она поймет, что придется ходить, она будет. Что делаете вы? Вы начинаете на нее оглядываться, смотреть, к какому она образе. Когда дети устраивают самые большие истерики? Там, в детском магазине. Не знаю. Когда вы останавливаетесь и смотрите, и начинаете говорить, ну ты не плачешь, я куплю тебе эту игрушку. Если ребенок знает, что никакая истерика не запустит мамин кошелек на предмет покупки игрушек, он не будет плакать. Когда дети плачут больше всего, когда они их смотрят. Это показушная вот такая функция. Здесь та же самая задача. Вам. Чтобы она не показывала свою шоу-программу, вы ее не видите, и смысла ее показывать нет. Понимаете? Вот чуть-чуть, почему сейчас она как бы идет, вот смотрите, чуть-чуть, она не хочет, подернули и пошли. Не надо на нее смотреть, вот. И она сразу начинает ходить, видите? Да, вначале это насилие, но вы сами его запустили, это насилие. Я рассматриваю ее шоу-программу. Хорошо. Если бы эта шоу-программа не проходила бы с первого раза, она бы быстрее справилась. Вы немножко запустили, полтора месяца многовато. В таком образе находиться полтора, она уже запомнила это поведение. И какое-то время будет ее прожимать. Идем. И не смотрите на нее, просто идите, вот. И она идет с вами. Сначала будет упираться, потом пойдет. Вот, смотрите. Просто я почему еще смотрюсь за ней, чтобы не наступить. Она у вас маленькая, как бы надо следить за тем, чтобы лапы не отдавить. Но концептуально, вот. Когда она поймет, что мы пройдем какой-то период и вернемся домой, и вы не смотрите на нее, а просто идете рядом с ней, да, она пойдет с вами, вот. Ну, к слову сказать, я так и делаю, и она ходит со мной нам на гулочке. Научите маму не смотреть на собаку на прогулке. И хождение по одному и тому же маршруту вам тоже поможет. Вот. Немножечко пожестче надо. Это хищник. И в масштабах своего размера она убьет любого, кто будет угрожать ей жизни, например. Вот. А вас она просто кусает, потому что вы крупная. Вас как бы сильно не убьешь, особенно вы же большая. Вот. Поэтому вас может только напугать. То есть, смысл в этом, да? То есть, она уже не внушается подными методами устрашения, пожалуйста, в вашем отношении. Поэтому давайте все-таки прожимайте своего хищника на выполнение. Я бы так сказала. Ну, давайте. Что там еще в списке у нас? Ну, да. Как с игрушкой обговорили. Ну, да. Ко мне. Иди сюда. Дома идеально. На улице. Через раз. Даже через раз? Так хорошо? Нет. Ко мне мы делали только вдвоем на собачьей площадке, когда не было собак. Она делала раз, наверное, 6-7. Она прибежала. Потом она пошла по своим домам. Больше нельзя это делать, в принципе. Это надоедает. Больше 3-4 раз не гоняйте туда сюда. И вокруг дома вы тоже можете это попрактиковать. В бережном таком режиме, да. Можно продолжать. Но чем больше вы на улице тренируетесь, тем лучше она будет слушаться на улице. Дома в основном сейчас ласки, контроль, внимание. Ну, гигиена какая-то, уход. Все. Все, 5 месяцев уже пора переносить все общение на улицу. Такое, я имею в виду, дрессировочное общение. Чем больше там, поскольку если она хорошо учится, значит ей нравится учиться. Поэтому она будет по нему дома, смысл в чем? Скучать. Вот, а на улице будет делать лучше из-за этого. Если у вас есть альтернатива дом и улица, там шумит все, вот это все. Она говорит, ну зачем, я же дом буду делать. Уберите дома вот эту нагрузку, она будет скучать по ней, будет делать ее на улице. Коржи любит работать и очень исполнительный. Поэтому, я думаю, она быстрее захочет взаимодействовать с вами на улице. У нее настроение поднимается во время. Ну вот, я же говорю, да, они любят работать, да. Да, эта собака такая деловая, рабочая. И что, если у нее получается, так она сто раз готова повторить. Так что, ей понравится. Поэтому вот на скуке выйдем. Дома не делайте, тогда она мне будет скучать по этим вашим командам. И она будет это делать на улице. В телегла. Давайте на половик, а то он там замерзнет еще. Что? Да зачем? Да можно и к маме, только на половик. Вот, я же говорю, вот. Да можно сюда, только вот держать на половик. Не трогайте вообще. Смотрите, она может, вот, откорректируйте немножко, ну, как бы, конечно, опыта у вас не так много, но ничего. Вы справитесь, у вас получится, у вас желание есть, это самое главное. Вот. Ноги поставили, можете помочь ногами этим. Вот, 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 вот. Держать ее здесь. Да, 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 держать. И не опускайте. Не отпускайте. И держите половик, чтобы он не съехал, да. За туалет дома ругать у него? Нет, еще нет. До восьми месяцев нет. Нет, игнорируем дома, игнорируем лужи, а на улице, да, молодец, и вкусное даем. Она пока не может только терпеть. Хотела спросить про команду места, она знает ее, свою лежанку. Я видела, что вы делаете другое. Смотрите, да, да. Собака очень легко понимает разницу в двух командах, несмотря на то, что они называются одинаково. Все собаки понимают, здесь никогда проблем не бывает. Если вы отправляете на место и показываете дома, это обычно лежанка, да. Но когда вы работаете, обычно с собаками уже место работает на улице. Поэтому это место нужно обозначить или половичком, или тряпочкой, или поводочком. Вы кладете этот предмет свой, который пахнет вами, отходите, зовете собаку к себе и показываете место. И она приходит. Самое главное, чтобы это место было как-то обозначено, как-то отличалось от других. Тогда она будет работать, эту команду. На улице это хорошее времяпрепровождение. Это ее отвлечет от вот этого шоу программы «Я тяну в любую сторону, лишь бы не с тобой». Должно помочь. Вы там ее не сдушите только. Аккуратнее. Соседи у нас на даче любили нашу прошлую собаку кормить шашлыком. Она подвязала к ним под забор, а они кормили шашлыком. Потом мы неделю мучились расстройством. Собственно, надо к вам, я так понимаю, на курс анти-еда? Да, можно на курс, но я никого не беру на курс, не прошедший общий курс подготовки. Мой курс анти-еда специфический и рассчитан на подчинение, на четкое выполнение команды. Если нет статуса, не идеальное поведение, он не будет работать. Потому что ни одна собака не будет подчиняться тому, кому она обычно не подчиняется. У меня хозяева даже не просят этот курс анти-еда, я его сама ввожу параллельно. Когда я вижу, что есть эта проблема, ее нужно решить. Но только после того, как есть подчинение. Хорошо, ну что, тогда в бой. Месяц вам на вот это выполнение, потом списывайте, рассказывайте о результатах своих, ладно? Ну и ищем группу, в которой надо вам немножечко позаниматься. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...